Привет, друзья! С вами снова Андрей Сайфудинов и сегодня продолжение темы про батарейные блоки. Поехали! Итак, в прошлом видео была речь про батарейный блок на 5D Mark III. Мы его ставили, разобрали его достоинства и недостатки. Отдельное спасибо за конструктивную критику. В основном она ссылалась на то, что я не показал детально органы управления. В этом видео исправлюсь и все детально покажу. Чем мне нравится серия Canon 5D? Тем, что начиная с первого пятака у них практически не меняется эргономика. Она очень хорошая, удобная, очень привычная и меняется все по чуть-чуть. Берешь новую камеру и все очень привычно, все почти так же, но чуть-чуть лучше. И второй плюс это то, что не меняются аккумуляторы. Они не делают вот этих вот маркетинговых штук, что фотограф-видеограф накупил себе запасных аккумуляторов на свою камеру. Вышло новое и ему снова нужно докупать новые аккумуляторы. Возможно, они понимают, что оригинальные аккумуляторы покупают далеко не многие. Но, скорее всего, это все-таки не единственная причина. Исходя из этого, можно предположить, что батарейная ручка, батарейный блок тоже может подойти с 5D Mark III на 5D Mark IV. Вот это я сейчас хочу проверить. Если я хочу на 5D Mark IV использовать батарейную ручку, могу ли я ее взять, снять и поставить на 5D Mark IV? Аккумулятор-то один и тот же, вот этот вот отсек, в который вставляется разъем батарейной ручки. Вот, сейчас это и проверим. Переходим на съемку с телефона. Что это за котик такой? Это съемка на телефон сейчас. Нет, пожалуй, так не пойдем. Сейчас переключимся. Да что ж это такое? Как это отключить? Ну вот, вроде так лучше. Итак, сейчас съемка идет на телефон Samsung S8+. Фронтальная камера, я вижу себя, и это прикольно. Напишите свое мнение, как можно так и снимать, увидя себя. Очень-очень понятно, что происходит в кадре, и так немного удобнее. Итак, вот у нас есть 5D Mark III. Вот батарейная ручка от 5D Mark III. И сейчас мы примерим на 5D Mark IV. Так, для этого мы снимем вот эту вот класснючую. Но она уже такая вот зачухана. У меня есть новая боковая ручка или боковой ремень. Вот, я этот фотоаппарат эксплуатирую уже более года. И я все собираюсь, никак не сниму видео-отзыв о фотоаппарате спустя год использования, уже чуть больше. Но я думаю, что я это все-таки сделаю. И кроме того, я получил вот он, 5D Mark IV, вторая тушка моя будет второй камерой. Я его даже не распаковывал, даже не включал, не проверил, работает он или нет. Уже больше двух недель, потому что времени нет записать видео. Думаю, записать в видео распаковку, если это еще актуально, не знаю. Итак, вот лючок, который, как я подозревал, многие не знают. И в прошлом видео очень удивились, что сюда прячется лючок. Вот он даже нарисован. Он снимается вот так. И меня в прошлом видео упрекнули, что я не показал детально органы управления у этого батарейного блока. Я извиняюсь. И сегодня я вам все детально покажу. Тем более на телефон это сделать гораздо удобнее. Так, лючок мы сняли. И с такой же легкостью устанавливаем на фотоаппарат. Заводим сюда. Сюда. Все, закрыли. Отлично. О чем я говорил. Вот батарейка, которая универсальная. Подходит на множество фотоаппаратов фирмы Canon. И это очень удобно. И это очень классно. Это оригинальная батарейка. Она 2013 года. Я не помню, от какой это камеры вообще. Ну, скорее всего, это от Canon 5D Mark III. Да, как раз таки 4 года одной камере. Второй год. Три года камере. Вот. Отлично до сих пор работает. Вот. И батарейки универсальны. Значит, можно предположить, что и батарейная ручка должна подойти. Ну, это же логично, правильно? Сняли также лючок. С такой же легкостью пытаемся подставить. А вот. А вот лючок уже не подходит. То есть, посадочное место у батарейного блока больше. То есть, вот уже отличие в петле есть. То есть, она должна защелкнуться, а она болтается. Здесь не становится. Значит, лючок шире. И так, уже отличие есть. А станет ли она сюда? Проверяем. Заходит, заходит. Оп. Вроде бы зашла. Но щель осталась. И не закручивается. Вот она щель. А не дает сесть. А не дает сесть как раз-таки вот этот вот выступ, который должен войти вот в это гнездо, где петля находится у крышечки. За счет того, что здесь гнездо чуть меньше, оно не садится. Ну, соответственно, не подойдет. Так что так. Батарейки взаимозаменяемые. А, к сожалению, батарейные блоки не взаимозаменяемые. Ну, ничего. Не беда. Значит, будем обновляться. Итак, батарейный блок и 5D Mark III. И, кстати, и объектив 85-ый. Сейчас буду выставлять на продажу. И еще у меня еще один 5D Mark III. И еще не распакованный такой же батарейный блок, который я так и не использовал. На вторую камеру не стал ставить, потому что второй камерой я реже пользуюсь. Вот. Это все в продаже. Ссылку на свой сайт, посвященный распродаже техники, я оставлю под видео в описании. Все, что актуально к продаже и актуальные цены, там всегда указано. И если товара нет, то он не продается. Или пока, или уже. Рассмотрим сейчас батарейный блок, исправляя ошибки прошлого видео. Я сейчас покажу частично и немного бегло. А в следующем видео, если это интересно, я покажу распаковку вот такой вот новенькой батарейной ручки, которую еще даже не вскрывал. Также вот в полиэтилене она запечатанная. Вот. Могу показать, рассказать, если это актуально, если это интересно. Что находится в комплекте и как она выглядит новой. Итак, вот она батарейная ручка. Также все органы дублируются. Вот он джойстик, отлично работающий абсолютно так же, как на камере. Вот. То есть, вот эти органы управления все дублируются. Единственное, что вот подстерлось немного. Вот. Также вот сверху дублируется кнопка спуска затвора, функциональная кнопка, колесико. Вот. То есть, в руке лежит она точно так же, как если держать камеру. Вот. Ну и, собственно, и вот лючок для заряда аккумуляторов. Все. Такой беглый обзор. И сейчас я буду заказывать батарейный блок на 5D Mark IV. Было тоже очень много советов, какой именно взять. Спасибо большое за советы. Я купился на маркетинговую штуку, что там есть пульт дистанционного запуска. Не знаю, нужен ли он мне на самом деле или нет. Но отзывы об этом батарейном блоке классные. И вот, вот такое вот я беру. И, конечно же, сделаем и кэшбэк Letyshops. Используем, чтобы часть денег вернулась. Ссылочку на батарейный блок и на кэшбэк сервис я оставлю в описании. Переходите, пользуйтесь обязательно. Как только батарейный блок придет, я обязательно сделаю распаковку, затестиваю и покажу, как он выглядит, как функционирует. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего новенького не пропустить. Спасибо вам за внимание. Пока. И сейчас, представляете, записал такой, открываю фотоаппарат, чтобы достать флешку с записанным в видео. А флешки нет. А, оказывается, она в другом фотоаппарате. Это 5D Mark III, это 5D Mark IV. Настолько они похожи. И, кстати говоря, вот я этой ручкой, конечно, пользуюсь много лет, поэтому она вот такая. Поставим потом ногу. И почти год, пользуясь вот этой вот защитной резиной, не снимал, не смотрел, в каком он там состоянии. Фотоаппарат эксплуатируется очень интенсивно и даже очень интересно, может быть, там пыль, песок попадает и царапает между резиной и фотоаппаратом. Вот, если интересно, на видео тоже откроем, посмотрим, как оно спасает или мешает. Ну, все. Снова пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...